В минувшее воскресенье в нашей стране отметили День памяти солдат, погибших в чеченских компаниях. 11 декабря 1994 года в соответствии с указом Бориса Ельцина для восстановления конституционного порядка на территорию Чечни были введены войска. Около полутора тысяч наших земляков стали защитниками мирного населения Чеченской Республики, исполнив свой гражданский и воинский долг. В память о невернувшихся с войны около Вечного огня был проведен митинг. В парке 40 лет победы в Славянске-на-Кубане в День памяти погибших в вооруженном конфликте в Чечне состоялся торжественный митинг, посвященный этой трагической дате. Представители администрации, ветераны боевых действий, молодежь и общественность пришли сюда, чтобы отдать День памяти и уважение всем, кто прошел через горнило той страшной войны. Ее жертвами стали десятки тысяч людей, в том числе и из нашего района. Наши земляки проявили высочайший моральный дух, показали пример патриотизма, боевого мастерства и бесстрашия. 17 жителей Славянского района не вернулись с этой страшной войны. У славянца есть хорошая традиция – 11 декабря приходить к мемориалу и отдавать дань уважения и памяти нашим ребятам, не вернувшимся с войны. Эту традицию сохраняет общественная организация ветеранов Афганистана и участников локальных войн, объединяющая и тех, кто воевал в Чечне. На счету этой организации немало добрых дел, но главное – это помощь и поддержка словом и делом солдат и офицеров, прошедших через горнило войны. Около полутора тысяч славянцев стали защитниками мирного населения Чеченской республики, исполнив свой гражданский и воинский долг. Подполковник запаса, командир артиллерийского дивизиона Владимир Козлов участвовал в обеих чеченских кампаниях, в общей сложности проведя на войне более трех с половиной лет. Война – это та же работа. То, чем у меня учили в свое время училище, эти навыки пригодились мне там. И я выполнял работу, пускай она не очень достойная, хорошая, но это, тем не менее, наша работа. То, чем у нас учат и учили. Прошло 28 лет, да. Поначалу это было как-то очень тяжело, потому что привыкаешь быстро к этому всему. Сначала было ничего не понятно, ничего не знакомо, но за очень короткое время привыкаешь к тому, что там творится. Те же стрельбы, те же стрелы, бомбежки и тому подобное. Да, потом отвыкать тяжело, потому что было такое, что ночью заснуть не можешь, потому что тишина. Единство и благополучие нашей страны были завоеваны огромной ценой. И мы не вправе забывать именно тех, кто отдал свои жизни за установление мира. Мы, подрастающее поколение, глубоко уважаем и чтим подвиг тех солдат, которые в кровопролитных боях отстряли честь и территориальную целостность Родины. Наш долг не забывать о тех, кто, столкнувшись с беспощадностью войны, принял огонь на себя, не вернувшись из боя. Наш долг чтить тех, кому удалось выжить, вернуться с той злополучной войны, показав пример бесстрашия, величайшей силы духа и боевого мастерства. От имени молодежи Славянского района торжественно клянемся, что мы никогда и нигде не посрамим честь российского народа, не очерним память погибших и будем с поколения в поколение передавать знания об этой войне. Память павших жителей города почтили минутой молчания, а затем возложили цветы к мемориалам. Анна Монастыренко, Георгий Калинин, программа «События». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова